Всем привет! Сегодня рассмотрим 6 случаев, когда ветеринарный врач может отказать вам в услугах. Первое – бешенство. Наиболее распространенный случай, и чаще всего на этой почве возникают конфликты между пациентом и доктором. Самый такой резонансный случай свежий – 2019 год, Нижнекамский, моя коллега отказала в приеме, когда к ней обратились с собакой. Но этот случай мы рассматривать не будем, как говорят, не будем хайповать. Я привел его в пример, потому что такое иногда случается. Вы приходите к доктору с собакой или кошкой, а у вас нет документов, подтверждающих того, что сделали прививку от бешенства, или вообще вы не делали прививку. И тогда доктор может отказать. И чаще всего отказы происходят, когда неизвестен статус животного. Подобрали на улице, принесли, а доктор говорит, нет, это опасно, я не буду вас обслуживать. Закон на это или нет? Давайте вначале разберемся, чем регламентируется деятельность ветеринарного врача по поводу бешенства. Первая это инструкция по профилактике и борьбе с бешенством. Она может называться по-разному в зависимости от вашей страны. Написана эта инструкция еще при Советском Союзе. Потом страны постсоветского пространства ее адаптировали. Ну как адаптировали? Взяли, переписали, так же как и было. Изменили название, некоторые пункты. А все еще с Советского Союза тянется. Сэм упал. Ничего не имею против Советского Союза, но время-то прошло, более 30 лет, и инструкция устарела. Но она действует, и поэтому нужно придерживаться ее требований. Есть там два пункта, которые касаются собак и кошек. Один из них говорит, что вы должны прививать собаку ежегодно. А кошку в зависимости от того, какая обстановка в вашем населенном пункте. Но обычно и кошек ежегодно, потому что бешенство встречается очень часто. И наши страны неблагополучные. И это уже идет в разрез с инструкцией к вакцинации, к вакцине современной. Потому что современные вакцины против бешенства работают до трех лет. Уже нужно инструкцию менять по бешенству. Второе. Есть пункт, который говорит, если собака или кошка подозревается в бешенстве, что она болеет. А это чаще всего неврологические признаки. Допустим, слюнотечение, светобоязнь, отказ от питья, не может делать глоток. Какая-то агрессия появляется. То это животное лечить нельзя. А как действовать дальше, не расписано. А алгоритм действий неизвестен. По сельскохозяйствам животным известно. А такие вот собаки, кошки, которые принадлежат людям, что делать доктору, непонятно. Также деятельность доктора регламентируется правилами лечебницы. Они создавались на основании действующего законодательства ветеринарного, а также по защите прав потребителя, учета непожеланий, а соучредителей клиники, кто организовал эту клинику. Также ветврач выполняет инструкции, постановления, распоряжения местных властей. Но вы же живете где-то в каком-то городе, населенном пункте, и администрация есть. Она тоже издает какие-то документы, которые касаются животных и деятельности, связанных с животными. И еще есть, если мы говорим о частном враче, обычном докторе, то в некоторых случаях он подчиняется государственной службе. Вот если бешенство возникает, то государственная ветеринарная служба вводит карантин в вашей зоне. Вы можете об этом не знать, но введен карантин, и доктор должен выполнять требования карантина. Представляете, сколько нормативно-правовых актов, они противоречат друг другу иногда. Да, доктор теряется, что делать. А есть еще устные какие-то пожелания от вышестоящего руководства. Тоже с этим надо считаться. Это один момент, законодательство. Доктор отвечает, может повлечь за этим последствия, если он не будет выполнять. А также учитывайте, что бешенство опасная инфекция. И она действительно есть, это реальность, она встречается довольно часто. Если возникают симптомы, то у человека все, это смерть, бешенство не лечится. Так и у животных. И доктор оказывается между молотом и наковальней. А как же нужно поступать? Если обращается человек, у него нет бешенства, доктор должен осмотреть, учитывать все факторы. Осмотреть животное на предмет укуса. Где вы живете, может быть возле леса, где много диких животных. Ходите на охоту. Или другая сторона, постоянно находитесь в квартире. Ну, в общем, если у вас нет бешенства и нет симптомов того, что животное заболело бешенством, он делает прививку вам. Если есть симптоматика, направляет в государственную ветеринарную службу и там за вами устанавливают контроль. Скорее всего так поступают. А то, что отказ, это не совсем правильно. Ну, просто какой-то возникает конфликт у доктора. Он может боиться. Может быть, какие-то распоряжения устные получил. И что я вам посоветую. Вакцинируйте своих животных регулярно. Современные вакцины, они безопасны в большинстве случаев, если нет аллергической реакции. Но это можно все проверить и предупредить. Вы вакцинировали и нет сложности ни у вас, ни у вашего доктора. И все нормально. Вакцинировали от бешенства. Также это дает право вам свободно перемещаться по стране, свободно выезжать за пределы страны. Потому что бешенство на контроле. Наши страны неблагополучны по бешенству. Россия, Беларусь, Украина. И чтобы не возникло у вас вопросов, не у вас, а к вам вопросов при пересечении границы, прививайтесь заранее, за месяц до поездки. Второе. Агрессия. Вот если у вас собака или кошка агрессивная, и вы не можете ничего с ней сделать, то вам могут отказать в обслуживании. Не потому что доктор не захочет, не сможет ничего сделать. Если крупная собака, и вы заходите, отпускаете ее, она агрессивная, доктор же не укротитель зверей. Да, он может рассказать вам, как сделать, помочь, подсказать, но вы должны содействовать. Если собаку, нужно воспитывать ее. Если кошка агрессивная, нужно предупредить об этом, переноску взять, может быть перчатки, если у доктора обычно есть перчатки, но запасные еще с собой взять. Рассказать предварительно, что кошка агрессивная. Бывает, знаете как, придет пациент, кошку поставит на стол, и все, руки вверх, а потом кричит, у меня она злая, доктор, осторожно. Ну и приходится ловить эту кошку. Так не стоит делать. То, что летающие шприцы, как говорят, ну укол, стрельните в нее, в кошку или в собаку. Такого нет, это в фильмах показывает, что летающий шприц, пистолет у доктора. Да, кто занимается экзотическими животными, выезжает в зоопарк или куда-то, то у них есть. Но у рядового доктора зачем содержать этот шприц, покупать, если в нем нет необходимости. По поводу инъекции. Ну, сделать укол можно, наркозы делать. До собаки агрессивной нужно, во-первых, добраться, а во-вторых, не всем животным можно делать наркоз безопасно. Вдруг какие-то сердечно-сосудистые заболевания есть. И потом что? Ну, усыпили собаку и все, полечили навсегда. Третий момент. Доктор может отказать, если вы не хотите платить. Ну, это такой вот момент, что иногда же приходится лечить или в долг, или по каким-то минимальным ценам, или вообще бесплатно. Здесь все на усмотрение врача. Но бывают люди, которые говорят, вы обязаны. Вы обязаны лечить бесплатно, потому что мы увидели в газете объявления или в интернете, что вы должны лечить бесплатно. Ну, в таких случаях доктор может отказать вам и будет совершенно прав. Конечно, каждую ситуацию рассматривать отдельно, не все, не все так под одну ребенку. Четвертое. Если приходит человек агрессивный, выпивший или просто неадекватный, и начинает хамить, грубить, и пациента может, и доктору грубить, и таким людям смело можно отказывать и говорить, до свидания, идите, выбирайте другую клинику, другого доктора. Это тоже право врача. Ну, и бывает такое, что человек действительно выпивший приходит. Это не значит, что вас не обслужат. Если вы нормально себя ведете, не хамите, не грубите, то все выпивают. Это не так, не какое-то же запрещенное действие вы делаете, что вас нужно выгнать из лечебницы. Нет. Ну, просто ведите себя как человек. И еще есть момент. Несовершеннолетние дети приходят к животным, и ему можно, конечно, оказать консультацию, какие-то лечебные действия. А потом приходят родители, и говорят, что вообще, что за ситуация произошла, непонятно, мы ребенка не отправляли. Вот с этим нужно быть осторожным доктору. Если вы знаете это животное, знаете ребенка, и предварительно вам родители позвонили, то, конечно, без вопросов это все решается. Но когда неизвестно, впервые к вам попадает несовершеннолетний ребенок, или часто они приходят несколько, а вы полечите, а может это вообще не их животное. Так что, вот такие моменты. Но самое вот такое конфликтное, это я повторюсь, бешенство. И обратите внимание, за моей спиной картина. Александра, спасибо вам огромное. Александра, постоянный наш зритель, у нее есть профиль в Инстаграм, много картин она выкладывает там. Кому интересно, я ссылку оставлю в описании, профиль. И вот сегодня мы получили на почте новую посылку, новый подарок. Это добавление к тем подаркам, что у нас уже есть, и будет у нас стрим более красивый, красочный. Спасибо большое. Пока, друзья. И желаю вам найти вашего доктора, с которым не будет у вас конфликтов. До свидания. Ну, это я понимаю, деловой подход. Я по поводу автографа. Обратите внимание, в уголке Александра, автор картины. И оставила подпись. Это здорово, потому что, когда художник становится знаменитым, картины растут в цене. А у нас уже есть такая картина. И мы, наконец-то, забогатеем. Я вот думаю, надо и вторую. Ну, то есть, первую картину, которая у нас есть, Варвара написала. Тоже, чтобы она оставила автограф. Так будет вдвойне богатство расти быстрее. И еще такое вот смутное сомнение у меня. Что-то много котиков в этом доме появилось. Хорошо, что не едят с моих мисок. Ну, то есть, они виртуальны. Но все-таки это настораживает. Угу. Я, конечно, не против. Но как-то такой червячок завелся. Продолжение следует.